Вы мечтаете о красивом оформлении групп или канала YouTube? В таком случае вам группу Corsair Art Studio. Здесь высокое качество, короткие сроки изготовления, а самое главное низкие цены. Ссылочка под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Разнообразная карта начинающего автора. Был впечатлен от тестов. Разнообразие, как какая-то новая нотка картостроения. Катается с удовольствием. Размер карты 32х32. На карте два гаража. Оба закрыты. Один лесоповал, одна точка ручной погрузки. Три пилорамы, три порта. А, ну, в портах, я так предполагаю, будут пилорамы. Одна заправка плюс бензовозы и сервисные телеги по всей карте. Девять точек разведки. Один стартовый автомобиль плюс два свободных слота. Девять автомашин закрыты. Всем приятной игры. Ну, что ж. Есть два свободных слота. Не буду трогать я стартовый автомобиль. КамА-6522. Поставлю мне понравившиеся ноды. Возьму газон 69. И возьму свой уральчик. Тут, кстати, зилок 131 какой-то будет по ходу на карте. Вот. Потому что при установке данной карты он у меня появился. Вот он. Зил 131. Зоку какой-то. Вот. Ну, ладно. Поставлю я свой урал. Да и в таком исполнении давайте стартанем. Миниатюрка достаточно симпотненькая. Уже не терпится, на самом деле, посмотреть, что же на этой карте. Несмотря на то, что на карте были использованы дополнительные статические объекты, карта весит немного. Всего-навсего 135 мегабайт. Ну, или что-то в этом роде. То есть, я так предполагаю, автор отсортировал все свои вот эти дополнительные статические объекты. Ну, мне кажется, по сюжетности, наверное, КамАЗ использует в данной ситуации более актуально, нежели какой-то другой какой-то транспорт. Ну, единственное, знаете, что можно сделать, ребят? Вот смотрите. Можно заменить на свой мод, если на ваш мод ставится, к примеру, вот поставлю я свой урал вместо КамАЗа, так как гаражные части на него ставятся. Поставлю ГАЗ-69 и поставлю, в таком случае, урал 260. Ну, это чего? Во. Ну, еще раз стартанем. Буквально 10 секунд. Роли не сыграют. И вот таки, макаро, мы заспавнимся теперь с вами на Урале с гаражными частями. Мне кажется, все-таки на моде ездить с гаражными частями несколько приятнее, нежели на дефолтном КамАЗе. Вот. Подвисание. Видно, что есть подвисание. Он уже впереди, по-моему, виднеется. Наполнительный статический объект. То есть, все это дело, ребят, у нас прорисовывается. Поэтому, такие есть, присутствуют небольшие лаги. Вот первая точка разведки. Оп, ёптый. Не совсем в ту сторону, куда я планировал ехать. А, ну вот здесь, походу, дорога. Вот так вот она идет вдоль берега. Давайте, наверное, поедем уже, наконец-то, доедем на ту сторону берега. Да, это дорога. Смотрите, плюс ко всему, она такая, достаточно чумазая. Не так уж легко и просто, я думаю, будет нам туда добраться. Может быть, конечно, стоило бы подняться наверх. Наверное, гараж-то наверху будет, скорее всего, да? Да, гараж у нас, можно сказать, по прямой. Ну, а вот он, наверное, это и есть гараж, наверное, на холме. Но хочется открыть еще также точку разведки. Она где-то, наверное, вон там, где этот домик стоит. Давай-давай-давай-давай, ехай, ехай, ехай. В принципе, Урал достаточно такой проходимый. Ну, так, относительно. По большему счету дефолты. Настройки, по большему счету, дефолтные. Вот. Ну, сам по себе даже 43.20 он. То есть, настройки проходимости были взяты, по большему счету, 43.20 с небольшими корректировками. Ой, что-то как-то здесь очень хардкорно прям. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Тяжко-тяжко здесь едется. По обочинке, ребят, не сократишь, сплошные камушки валяются. Вот только вот таким вот методом. Не с пехом, как говорится. Ох, крены какие здесь, не силы. Ой, ну что-то здесь прям автор переборщился, по-моему, маленько с грязью. Надо было чуток помельче грязь сделать. Ну, слишком уж глубоко. Я так предполагаю, мне сейчас еще обратно здесь ехать. Давайте я пониже оборотики. Хренотики оборотики. Мне ни хрена это не помогает. Ой, как тяжко едется-то, ешкин-матрешкин. Ради точки разведки надо было мне на какой-нибудь другой машине ехать. Что-то как-то прям... А на этой ехать в аккурат в гараж. Еще надо телегу найти еще с двумя очками. Как бы это не совсем предел, ребят. А может быть стоит проехаться вообще по прямой, а? Может быть стоит найти гаражную телегу вот эту. А потом уже вернуться. Вместе с тележкой. Потому что я не думаю, что... А, вот она, тележка-кургон, ребят. Она прям по дороге. Блин, зря, конечно, я на этой машине сюда поперся. Ну ладно. Зато на своем родном. Урале. Сочувствую я тому, кто живет в этом доме. Рано или поздно этот островок может вовсе смыть, учитывая бурность данной реки. Ну, не подвисай, не подвисай. Не надо мне вот этого. Ну, чумазости здесь хватает. Автор от души накидал грязючки. Так, ну вот, собственно говоря, точка разведки у нас взята. Ставит здесь зелок 131, вот этот модифицированный. Ну, как бы мне по-бырому бы подняться бы, чтобы не ехать по этой же каше-малаше. Я-то, честно говоря, не знаю. Нет, невозможно. Придется ехать по-любому. Как бы мне того не хотелось бы, ребят, мне придется ехать по этой каше-малаше обратно. Чтобы открыть гараж. Хошь не хошь, но все равно придется ползти здесь. Единственное, может, все-таки попробовать по камням попрыгать. Может, это как-то ускорит маленько процесс. Просто, если я сейчас перевернусь здесь, будет, по-моему, еще только хуже. Но никак не лучше. Ай, не, не, да не, бесполезно. Придется ехать только здесь. Попробовать сюда левее взять. Здесь, по-моему, оно как бы потверже. Колеса, можно сказать, дефолтные. Особо они такие не прытки. Если бы были, конечно, мои любимые колесики, процесс бы несколько ускорился, я так думал, проезжабельность этого газевого места. Вот опять, смотрите, я просто встрял и никуда ползет. Очень хардкорно, очень. Я буквально еду второй раз только здесь, и уже я проехал к вам. Песец. Просто, ребят, песец. Нахардкорил, конечно, автор здесь грязью. Прикиньте, и вот несколько раз здесь проедешь, мне кажется, уже на раз третий, хрен ты здесь уже проползешь. Хотя, фиг его знает. Колесики влево-вправо, пониженная передача на пониженных оборотах. Два часа мучений, и мы проедем эту грязь. Это я так, конечно, утрирую два часа. Ну, что-то в этом духе. Не так уж быстро, как хотелось бы. Ну, глубоковато здесь на самом деле. Ну, по-моему, мы обратно проехали даже несколько быстрее, нежели туда. Здесь можно уже и повышенную врубить. Смотрите. Здесь вообще уже твердая поверхность, правда, такая подушатанная. Дорожка такая вся холмистая. Присутствуют грязевые камушки на дорогах. Они элементарно ломаются под колесами. Можно даже не заморачиваться, особо их не объезжать. Поднимаемся здесь на холм, я так предполагаю, и цепляем там где-то слева. Ай-яй-яй, здесь не только грязевые камушки. Цепляем телегу и открываем гараж. Вроде бы так. Давайте на всякий случай посмотрю, где у нас там телега. Свернуть маленько в сторону надо будет. Вот здесь вот проедем. Я не знаю, скащунить не вижу смысла. Слишком часто насажены березки. Давайте уж по-человечески. По дороге. Не, был бы на газоне, я, конечно, бы, может, и поехал бы влево. На газоне проехать элементарно. Вот эта дорога пошла налево. Блин, здесь тоже опять хардкор, ребят, такой. Грязевой. Вон она телега. Рядом стоит там какой-то домик. Но в целом, в целом, ребят, карта сделана очень красиво. Я ничего плохого сказать пока что не могу. Вот здесь какой-то объезд. Я не знаю, как лучше. В телеге подъехать. Наверное, вот здесь. Правда, здесь болото. Болото. Ёк-макарёк. Зря я чувствую, что я здесь поехал. Наверное, надо было ехать по левой стороне. Ну ладно. Поехал так поехал. Мне ещё и развернуться надо будет. Попы подъехать. Гаражным частям. Ну вообще, грязь на тинт, когда наносят, смотрится эта грязь не очень красиво. Вот здесь нанесён тинт в болото, да? А потом их уже и... Ёк-макарёк. Вообще непроезжабельно, ребята. Ё-моё. Как... Ой. Чё это я? Залез. Офигеть. Я просто застрял. Просто застрял. Это... На чём же проходить эту карту? На читерских машинах, что ли, только? На что? Подо что эта карта вообще рассчитана? Я не понимаю. Зачем так сильно несить грязь? Углублять её? Я не понимаю, для чего это делается. Наверное, правильнее было бы, наверное, вообще эти гаражную телевку сюда подтащить на львёд. Ну ладно, я постараюсь доехать. Ну писяц. Вообще просто писяц, ребят. Очень глубокая грязь. Давайте доедем до прицепа. Он, по идее, должен немножечко опуститься ниже. О! Прицепился. Ну теперь мы точно отсюда не выйдем. С прицепом. Без прицепа-то еле доехали до сюда. С прицепом-то уж подавно, не выползли. Но, благо, открытие гаража не такое коварное, как могло бы быть. Сейчас бы ездили бы тут по карте, искали бы эти гаражные части. На самом деле всё очень просто. И гараж здесь вроде как недалеко. Сейчас какие-то напяли все необходимые аддоны на машину. И, собственно говоря, отправимся с вами на разведывание данной карты. Ну, долгий обзор получится, я так предполагаю. Офигеть. Ну, просто захардкорил, захардкорил. Ну, зачем, я не понимаю. Ну, как едет? Вот машина самостоятельно не едет. Вот просто не едет. Я не знаю. Вот на пониженные даже обороты понизил. И один хрен, вон, даже с переднего колеса не видно. Утонула машина в этом, в этой грязи. Бампером уже гребу грязь вместо бульдозера, блин. Очень глубокие грязи. Ну, я не знаю, ребят. Я, честно говоря, не любитель у таких вот чрезмерных хардкоров. Тянуться по всей карте на лебёдке. Я не любитель таких карт. Посмотрим, что будет дальше. Я так предполагаю, лучше не будет. Закруглиться-то я всегда успею. Но всё-таки в целом-то карта неплохая. Но единственное, автор переборщил с грязью. Очень сильно нахардкорил. Очень сильно её углубил. Смотрите, как красиво здесь всё смотрится. Вот тут здесь адекватная грязь. Смотрите, машина едет вполне адекватно. Я, конечно, прекрасно понимаю, что грязь должна быть отчасти глубокой будет. Вот, ты, посмотрите, варку. Какие-то текстурки стрёмные на доме. О, приехали мы с вами в гараж. А где сама локация-то гаража? Алло, локация? А, чуть дальше. Вон она, появилась. Красиво, красиво здесь ничего не могу сказать. Гараж оформлен достаточно симпотно. УАЗик, кстати, по-моему, динамический или статический? Давайте проверим. Просто интересы ради. Потрачиваю ни во что время. Если он зашаволится, этот УАЗик, значит, динамический. Если будет стоять, как копанный, значит, статический. А, можно подвинуть. И поединатик отсюда я буду сегодня ремонтироваться. Ё-моё, что это случилось-то? Моя, моя... Это моё место. Ё-моё. О, всё. Можно УАЗик подвинуть, поставить свою машину. Подшуманить её и все дела. Так, ну что ж. Давайте, наверное, напяливаем какие-нибудь аддончики уже. Поставлю бак, багажник. Да и топливную цистерну. Так, только пожаробезопасный выход тоже надо будет поставить. Топливная цистерна. А, ну и колёса, естественно, само собой разумеется. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, заправок здесь у нас с вами нет, получается, да? Ё-моё, вот здесь бы у меня вот так вот чпок сюда бы спуститься и погнал. И погнал там кататься по этой карте. Ё-моё, ни хрена ещё не открыл. Ну, ничегошеньки, абсолютно. Интересно, а смогу здесь справку спуститься? Прям даже до ужаса интересно. Как говорится, чем чёрт не шутит? Если что, ТП в гараж. И поеду по-человечески. Благо, я в аркаде. Заодно вам продемонстрирую, возможно ли это сделать или нет. Там где-то дорога должна быть. Хотелось бы просто на дорогу сразу попасть. Ну, на камни бросаться вообще, конечно, это было бы неправильно, да? Вот, вот мне бы вот как-нибудь... Ой, ой-ой-ой, как бы мне здесь спуститься-то лучше. Вот как-нибудь вот здесь бы мне вот так вот как просочиться, я не знаю. Давайте попробую, не знаю, что у меня из этого выйдет. Ну, что это будет гораздо быстрее, нежели если я буду объезжать, это факт. Это как бы однозначно. Это не поспоришь. Зря я, конечно, просто попёрся вообще эту точку разведки открывать. Надо было ехать в гараж сначала. Ой, надо было маленько правее брать. О, нифига себе, у меня автомобиль какой вездеходный. Я даже сам об этом не знал. Кустов, правда, нацеплял. Ой, 30 урона. Ну ладно, это в принципе не критично. Зато спустился. Ай, повышенная не подхватилась. Ну, сами подсудите, смотрите, сколько я сократил. Может быть, конечно, с распуском не так уж будет комфортно здесь спускаться, как с топливной цистерной. Но, тем не менее. Я думаю, я сократил время обзора. Так, минут на пять, наверное. Ну, начало такое, вы знаете ли, хардкористое. Грязи вроде как полно, да. Да, вот, чтобы гараж открыть, там тоже надо преодолеть какие-то грязевые места. Да, но, вот смотрите, вот стоит только подняться на какую-то возвышенность, и в принципе здесь вполне адекватно. Не знаю, как долго эта адекватность продержится. Надеюсь, подольше. Потому что, в целом, в целом, ребят, карта очень красивая и выполнена. Говорит, что карта нехорошая, только учитывая то, что здесь глубоко нанесена грязь. Ну, вот, наверное, не совсем правильно. Нифига себе, долбанулся. Такие звуки, долбёжки. А это там, что ли, дорога какая-то пошла, смотрите, правее. А, это нам туда, чтобы поехать, да? Да, ну, можно, вот, давайте, наверное, съездим к Уралу 4320, посмотрим, что здесь. Да ёшкин, матрёшкин в коробке заблудился. Ну, давай, вылазь. О, вот, вот сейчас вот у меня мод палки работает. На предыдущем обзоре там что-то автор понакидал кучу файлов из редактора, благодаря которым у меня перестали работать моды на палки и на камни. Блин, застрял, мать, да? Посмотрите, да что творится-то. Не, ребят, карта очень хардкорная. Прям, я не знаю, чересчур хардкорная. На повышенную машину вообще отказывается ехать. На пониженной еле-еле душа в теле. Это, можно сказать, я еду порожняком, пустой. Ездить с брёвнами здесь, наверное, вообще будет крайне сложно. Я не знаю, для чего автор, под какие машины он эту карту делал. Карта пипец, конечно, очень красивая. Но, учитывая вот эту всю грязь, это просто, я считаю, коварство какое-то. Ориентируйтесь на дефолтные карты. Не надо делать вот эти, я не знаю, какие-то мега непролазные места. Для чего они? Для чего это всё нужно? Чтобы на мутагенных машинах нельзя было проехать? А что делать тем, кто играет на нормальных машинах? Вот что им делать, скажите? Закрыть глаза на эту карту и пройти мимо? Можно и так? Не вопрос. Карту нужно делать, настраивая её, подгоняя её под дефолтные машины. Просто неоднократно встречал картоделов, которые делают карту и тестируют там на Урале Виторгане. Есть такие? Неоднократно встречал. Мне даже скрины присылают. Вот я сделал новую карту, вот такие вот скриншоты, ля-ля-ля, тополя. Я говорю, а что ты её тестировал на Урале Виторгане? Да. Я говорю, а на дефолте там, как вообще машины проедут? Ой, я не знаю, я не пробовал. То есть вот так вот, да, вот бывает, ребят. На самом деле я не преувеличиваю ничего. По-моему, я куда-то никуда уехал. А, нет, да. Будет поворот налево. А потом человек спавнится там на дефолте, ну или на моде какой-нибудь там, на каком-нибудь моде, приближённый по настройкам к дефолтному транспорту. И он начинает там вот сидеть в одной луже по два часа, тратить топливо и так далее. А кто-то на Урале Виторгане карту эту пройдёт до 15 минут. Понимаете, нужно как-то балансировать всё это дело, чтобы каждому было комфортно проходить эту карту. Вот так вот я немножко срезал. Вот он стоит, Урал. Здесь у нас где-то прицепчик, да, вот прицепчик с ремкой. Ой, блин, ну надо же было в столб пендюриться. Как будто, я не знаю, этих столбов здесь, видимо-невидимо, нашёл, блин, куда приложиться. Так, Урал 43.20, полностью отремонтирован и полностью заправлен. Ну и, соответственно, тележечка сервисная там тоже актуальна. Ремка в ней есть. А, кстати, чё я парюсь-то? Раз уж есть Урал 43.20, давайте я воспользуюсь непосредственно его возможностью подшуманиться. Чё я буду с битой мордой кататься. Красивые дополнительные эстетические объекты. Домики классные такие, вы знаете ли. Джипик такой навороченный здесь. Буханочка. Разношерстный. Здесь народ живёт и побогаче, и победнее. Ой, ой, вот это скачки у меня тут. Смотрите, трансформатор даже стоит, обалдится. Ага, а если я вот здесь поеду, я сейчас, наверное, утону в грязи, нет? Нет, смотрите-ка. Можно вот по этой полянке прокатиться. Это вам реально упростит жизнь. Очень упростит, я бы даже так сказал. Так, что у нас там вообще по точкам разведки? Куда я вообще поехал? Ну, не знаю, честно говоря, куда я приеду. Ну, здесь вот стоит зелок вот этот. Не знаю, что он там делает. Что это за мод такой? Конечно, безумно хотелось бы к нему каким-то волшебным образом попасть. А что, если я спущусь вот здесь по реке? Она слишком глубокая. А, вон там мостик есть, смотрите. В принципе, в принципе, ребят, вон там вот. Мне надо попасть вот на тот островок. Хотелось бы просто посмотреть, что это за зел. Вот безумно хочется посмотреть, что это за зел. Не знаю. Далеко мне ехать, интересно, до развилки вот с этой дороги. Прям даже безумно интересно. Так-то в целом-то карты, конечно, безумно красивые. Прям, знаете, такой повал симпотных карт идет. Я безумно этому рад. Благодаря таким картам, как бы, Спинтарес жив будет жить. Вот. Вот так вот я скощунил. Нехороший я человек. Не доехал я до поворота. Не знаю, где он там будет. Наверное, скоро бы был. Ну, ладно. В принципе, съехал достаточно комфортно, без получения урона. Здесь у нас мостик. Чудный. Расчудесный. Кстати, не дефолтный. Тоже дополнительный статический объект. Благо, не ломается под колесами. Ну, все офигенно. Все офигенно, но с экструдосом автор переборщил. Для тех, кто не знает, экструдос это... Интенсивность глубины грязи на карте. Вот он. Зелок 131. Смотрим, что у нас. Айзопу. 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 Ну, в принципе, вроде как дефолтный, обычный. Не знаю. Реально дефолтный. Звук дефолтный. Ничего особенного в нем не вижу. Единственное, что-то знакомое. Айзопу. По-моему, я делал обзор даже на него. Может быть, там по аддонам что-нибудь такое будет интересно. Давайте мы его тпкнем в гараж. И немножечко попотрошим. По аддончикам. Ага, хрен на руль. Ага, восстановить грузовик на топливо и цистерну. Да. Ага, хрен. Все равно. Давайте попробуем отцепить тогда в случае прицеп. И еще раз. Да хренушки. Смотрите, мне тпшится в гараж при всем моем повышенном желании. Видать, автор развернул здесь локацию гаража так, что просто нереально куда тпкнуть. Ну, а давайте я пересяду в газон 69-й. Что здесь получится у меня здесь? Получится ли у меня газон тпк? Хрен. И газон у меня не тпшится. Да ничего я туда чувствую не тпшно. 20 минут обзора, ребят, позади. Я еще ничего на этой карте, можно сказать, не сделал. Только как открыл гараж. Есть еще второй гараж. Офигеть. То есть, блин, вся сложность заключается. Это, безусловно, только в глубине грязи. Ну, а так, в целом, очень красивая карта. Наверное, это единственная карта, на которую я потратил 20 минут и нихрена вам здесь не показал. Отчасти извиняюсь. Вот. Ну, на больше, честно говоря, я сподобиться не могу. В связи с тем, что время обзора будет крайне долгим, не вижу смысла ездить и копать здесь вот эту перекрученную грязь, которая явно рассчитана не на дефолтный транспорт. Вот. На этом я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Витарган 177. Данную карту скачать вы сможете. Ссылочка под видео. В моей группе и на сайте S&MOS. Всем спасибо и всем пока.